Все интереснее становится наблюдать за приключениями подсанкционных русских олигархов на Западе. Например, во Франции на днях задержали миллиардера Алексея Кузьмичева. Его подозревают, кто бы мог подумать, в отмывании грязных русских денег. Но и не только в этом. Подробности в нашем сюжете. Этот представительный мужчина проводит тест-драйв автомобиля Астон Мартин стоимостью 280 тысяч евро. Это мужская машина для мужчин, где не должно быть ничего лишнего. Все очень просто, все очень понятно. Ключ необычная и непривычная форма, в принципе. Это сапфировое стекло, это выглядит очень красиво. Он любит скорость и машины с мощными моторами. Попробую разогнаться быстро за 100 километров. Правда, купить машину он отказывается. Вы бы купили себе такую машину? Нет. Я подумаю. Пока нет. Но это не потому, что у него нет денег. Просто что-то подобное у него уже есть. Почему нет? У меня есть DB9, у меня есть V12 монтаж, и мне больше нравится V12 монтаж. Больше всего мне нравится DB4. Которая у вас тоже есть? Которая у меня тоже случайно мне досталась. Вы не поверите, но сейчас этот, судя по всему, не бедный человек сидит во французской тюрьме. Его зовут Алексей Кузьмичев. Вчера французская газета Le Monde сообщила о задержании во Франции путинского олигарха с основателя Альфа-групп Алексея Кузьмичева. Позже это подтвердила французская прокуратура. Кузьмичев подозревает в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, в том числе в нарушении и санкционного режима тоже. Кузьмичев, как это принято у путинских олигархов, давно живет на проклятом западе, во Франции. И дом у него, судя по всему, немаленький. В рамках дела в доме Кузьмичева в Париже, а также на вилле в Сент-Тропе, прошли обыски, в которых участвовало 60 человек. 60 человек. Алексей Кузьмичев – совладелец Альфа-групп. Вместе с Михаилом Фридманом и Германом Ханом они создали Альфа-банк, крупнейший негосударственный банк России. Кузьмичев занимает 25 место в списке самых богатых россиян по версии Forbes с капиталом 6 с лишним миллиардов долларов. Вместе со своими партнерами он внесен в санкционный список Европейского Союза. Кузьмичев не строил танки и военные самолеты, которые каждый день бомбят города Украины. Он зарабатывал на этом. Да, даже акционеры группы Альфа работали на войну. До 2018 года их банк кредитовал Уралвагонзавод. Но после этого Альфа-банк объявил, что из-за угрозы санкций не будет давать в долг военным предприятиям. И нарушил это обещание. В 2020-м он выдал почти 2 миллиарда рублей Тульскому патронному заводу, который связан с Ротенбергами. Кредитная линия была закрыта в декабре 2022 года. То есть деньги свои Альфа-банк вернул уже во время полномасштабного вторжения. А еще он со своим партнером Михаилом Фридманом воспитал в Альфа-банке очень известную и знаковую для России личность. Сурков попал в Кремль, к Волошину и к власти, соответственно, прямо из вашей организации. Ну да, действительно, был такой факт, Сурков... Был такой факт, так вот скромно. Значит, он у нас сработал, действительно, наш... Много лет? Ну, несколько лет, да. Ну, почему вам показалось, что он будет ценным работой? Ну, во-первых, я его знаю много лет. Мы с ним учились в одном УЗИ, в Московском институте стальной исплавов. Это интервью писалось 11 лет назад. Забавно смотреть, как тогда олигарх Фридман искренне восторгается качествами помощника Путина Владислава Суркова. Одного из вдохновителей сепаратизма на Донбассе и массового убийства украинцев. Какие его качества показались вам важны для вашей компании? Ну, на мой взгляд, во-первых, он умный, глубокий, талантливый, блестящий во многих отношениях человек. Если бы у Фридмана спросили про Суркова сейчас, он, конечно, нашел бы другие слова. Теперь российскому олигарху Кузьмичеву, который любит зарабатывать на убийстве украинцев, придется посидеть в комфортной французской тюрьме. А еще нанять дорогих адвокатов, которые будут доказывать, что, конечно, Кузьмичев против Путина. Он даже его ненавидит. Где-то в глубине души. А то, что он финансировал производство оружия, так это он не знал, что на Уралвагонзаводе производят танки. Примечательно, что аресту российского олигарха во Франции обрадовались сами русские. По крайней мере, депутат Мосгордумы Евгений Ступин негодует, что Кузьмичева не посадили в Москве. Изъято большое количество наличных денежных средств. Более того, ранее также во Франции арестовывались две его яхты. Ему вменяется отмывание денежных средств, добытых преступным путем. Добытых в России. Но почему-то у российских правоохранительных органов Кузьмичеву претензий нет. Я же считаю, что все эти Кузьмичевы, Ротенберги, Чубайсы, Фридманы, все они должны быть отданы под суд в России. Будем надеяться, что французские исследователи проявят настойчивость. И путинскому бизнесмену еще не скоро удастся сесть за руль Астон Мартина. Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов серьезная статья. Хотя то, что делают путинские олигархи, называется по-другому. Соучастие в убийстве. Редактор субтитров А.Семкин